Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Буфсуновский. Сейчас это видео-ссылка, но я поясню основные вехи статьи. По сути дела, это правда. Если так изучать программирование, то профи точно станете. Эта статья является для вас планом, то есть, какой путь нужно проделать, чтобы стать профессиональным разработчиком. Ребят, вот моя задача сейчас в данном видео рассказать, как правильно работать со статьей и уяснить важный момент. Почему? Потому что очень часто я иногда слышу такие вещи, я специально записал. Мы будем в этой статье, я рассказал о разработке, о пяти этапах. По крайней мере, вы увидите перспективу. Теперь, самое важное. Самое важное. Ребят, смотрите, вот сейчас я покажу, вы поймёте. Ну, пришло определённое количество ребят в школу, ну, постоянно приходят, но смотрю, что Мурат вот начал с плана. Да, его планы небольшие пока, правильно, пока он не знает, что делать. Но само, 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 сам смысл, что человек составил план, это правильный. И вот это я хочу вам сказать сейчас, да. Вот просто услышьте мои слова. Смотрите, я описал определённую систему, которая состоит из пяти этапов. Длинная, 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 длинная статья, да. Иногда между этими пунктами уходило два-три года, то есть в итоге к полной системе, да, то есть есть в школе система обучения Босуновская, которая, в принципе, в Рыботан за эти 11 лет. Но вы эту систему можете втолкнуть в два года. Единственное, надо делать две вещи. Ставить задачи перед собой с чётким пониманием, что вы будете изучать в данный момент, каких результатов добиться, да, должны, и потом идти изучать. Вот, допустим, смотрите. Вот смотрите, вот до этого была статья «Подводные камни» или «Как правильно учиться, чтобы стать программистом». Ведь это многие упускают, ребята. И я вот эту вторую длинную статью написал, которую вы сейчас будете читать. Её надо читать, она, грубо говоря, оттеняет предыдущую. А предыдущую там ещё вы увидите, предыдущую, да. Почему? Потому что, когда человек говорит, допустим, или думает себе «Я хочу стать программистом», то, по сути дела, он многое недопонимает. А недопонимают многие люди главного. Ну, там, взял, там, посмотрел урок, ну, что-то проделал. Ребят, ну, это выброшенное время, сразу говорю. Что главное? Главное – развить определённые навыки. А как навыки развиваются? Всё правильно. Самый простой способ – это развить привычки. Здесь вы не увидите что-то там сверхъестественного. Я очень чётко перечислил, как вот работать над рабочим материалом. Но что я увидел? И это нормально. То есть, я увидел, допустим, Мурат, молодец, вот он начал с плана, да, он чётко для себя выделил. То есть, смотрите, вот есть школа, да, но есть вы. Вы, я тут давал и видео, надо, во-первых, всё смотреть. Вы должны чётко для себя сейчас определить. Вот у меня идёт первый этап. Я должен изучить типы данных. Да, я вижу, что Мурат это понял, да. Он написал изучить типы данных, изучить типы операции, прочитать теорию о данных, сначала Луца, в общем, он всё напланировал. Ну, я его три строки, ещё пару сотней строк дополнил, да. То есть, не только для Мурата. Просто Мурат, он начал работать в группе. По сути дела, это важно – работать в группе, тогда человек не остаётся один. Ну, и я знаю, что кто-то стесняется у нас, каждая работа в своём темпе, но знаю, что ребята тоже будут читать и работать. Поэтому написал эту статью, чтобы был чёткий план, чтобы Мурат понял, что и другие ребята, что на первом этапе самое важное, кроме изучения типов данных, заложить определённые привычки. И вот, когда Мурат в группе написал, что «Ага, теперь стало, в принципе, понятней», я то вижу, что непонятно, тогда я написал ещё одну статью «Стать профессиональным разработчиком с нуля», да. То есть, где показал, вот в конце, если будете внимательно читать, прочитаете вот эту статью, то потом вернитесь к прошлой. То есть, я показал, как привычки потом могут либо вам помогать, либо нет. И расписал, в принципе, пять этапов от нуля до профессиональной разработки. То есть, именно расписал понятия. Вот я ещё ребятам обещал, зачем записать это видео, чтобы пояснить некоторые вещи. Итак, ребят, первая вещь. Смотрите, вот вчера Мурат писал в группе, я говорю, перечитайте. То есть, пробежаться по статье не этого мало. Почему? Потому что это для меня кровью и потом сделанный опыт. Для вас это могут быть пока просто некие понятия, которые вы вроде понимаете, но понимаете по-своему. Но я ведь выражаюсь буквально. Если я говорю, что эти привычки надо выработать, то я замечаю, ну, работал человек с командой строкой, потом оставил. И вот в этой статье это всё показано. То есть, поэтапно. Значит, когда вы будете читать вот эту вторую статью, которой сейчас и посвящено это видео, вы обязательно проследите, что, в принципе, от нуля до разработчика есть определённые пять этапов. Вы чётко должны, когда будете планировать, ведь в школе много материала, и будет ещё больше. Да, сейчас уже вы смотрите видео, когда я переписал, но я дописываю школу. Вот, там будет уже больше разделено. Но в любом случае вы должны понять простую вещь, что, понимая суть первого этапа, допустим, первого этапа изучения типов данных, вы должны поставить задачу осознавать в статьях много видео, да, надо всё это посмотреть. Всё это сложит определённую картину, этапы осознать. Дальше, следующий момент, что ещё надо понять. Ещё важно понять для разработки, ребят, я здесь это очень чётко описал, что есть изучение языка и что есть изучение разработки. Я написал так, как я это вижу через 11 лет на сегодняшний день. Это абсолютно разные вещи, но при этом нельзя, допустим, не изучив язык, заниматься разработкой. Поэтому очень важно выстроить обучение своё поэтапно. Очень важно чётко, поэтапно отслеживать свой навык, который вы должны приобрести. Договорились. Поэтому больше я, наверное, не буду сейчас что-то говорить. Мне надо было главное сказать, чтобы вы поняли, что есть определённый этап вашего развития. Например, если первый этап изучения типов данных, то когда мы подходим к функциям и проходим функции, начинается совершенно иной этап. То есть мы начинаем всё делать с функциональным программированием. И то, что мы раньше изучали типы данных, транспитки, словари и прочее, мы теперь делаем всё тоже, но уже в пределах функций. И мы должны чётко понимать в этом моменте, что уже сейчас, в принципе, нам доступно залезть первый раз в классы. Почему? Потому что функция в классе, ну, только называется методом, ну, грубо говоря, та же функция. Но нам уже, в принципе, начинает быть понятно, да? А потом можно опять вернуться назад и соединить. То есть всё это я описал в статье. Но я просто к чему говорю? Что длинно, возможно, не так просто воспринимается материал. Но я вас попрошу, то есть вот эта вот статья, да, сначала прочитайте её, я дам в описании видео. А потом, вот прочитайте внимательно, да, а потом вернитесь к предыдущей статье «Позводные камни». Почему? Потому что в этой статье я очень хорошо показал, вот эта брешь, которая, допустим, вы не выработали привычки, то на этапе разработки это всё полезет. И, по сути дела, будет вас тормозить, будете буксовать. Я-то это вижу уже с годами. А, допустим, приходит новичок, он, ну, вы же видите, вот, допустим, Мурат, он молодец, что начал вставлять план, но если его план состоит там из двух-трёх пунктов, то мои объяснения и планы состоят из сотен строк. Почему? Потому что, конечно же, это опыт, да, опыт обучения именно языку и чёткое разграничение. Конечно же, вам не надо уже 11 лет. Вот это всё можно втолкнуть год, полтора, два, насколько у вас хватит скорости. Но в любом случае идите своим темпом. Всё, ребят, в описании ссылки на статьи читайте и помните, помните ещё раз повторю, наверное, третий или четвёртый раз, что школа школой, но приходя в школу, важно помнить две вещи. Вот смотрите, Мурат начал работать в группе, благодаря чему родили статьи, да. Вы здесь прочитаете про Серёжу Осадчева, вообще сообщение которого я собирал, да, то есть, когда мы вот занимались последним этапом разработки, то тут сотни писем, да, это всё вот мы разбирали, что отличие абстрактных классов от интерфейсов. И упоминание об этом вы также найдёте в этой статье и ссылку на это в группе, кто участники школы. То есть, вот что ещё хотелось бы сказать. Я хочу, чтобы вы вот раз прочитаете, сначала вот прочитали, вроде поняли, потом вернитесь назад, я сейчас укажу в описании, прочитайте опять эту статью. По сути дела, вам надо просто чётко осознать, какие навыки вам надо приобрести. Всё, вы поняли, будете приобретать, уже не будете относиться несерьёзно. Но, что дальше? Вот, чтобы много не пояснять, есть простое правило. Важно быть в школе в группе и вариться в этом. Потому что, на самом деле, вот смотрите, потом, потом вот, допустим, где это Мурат писал, вот он уже для себя вывел следующий план, который, в принципе, начиная смотреть уроки, он себе расписал шаги, да. То есть, уже, как бы, для него это называется система. Но я тогда решил написать вот эту статью, о которой говорю, вот эту, да, что система, то она немножко, то по-другому. То есть, на сегодняшний день Мурат воспринимает эту систему вот так. Почему? Потому что у него нету знаний, навыков, умений, он ничего не знает о разработке. Он путает пока изучение языка и обучение разработки. Вот здесь я все эти понятия определил. И желательно, если, конечно, у вас на первом этапе, на первом этапе эти понятия чётко в голове обрисуются, то, конечно же, и уровень ответственности за материал у вас повысится с первых шагов. То есть, прочитав, зачем приобретать навыки и поняв, да, где они будут буксовать потом, вы, конечно же, будете работать и с Юпитером, и будете работать, ну, и будете работать с МКДОКС Маркдавен, то есть, записывать, вы будете следовать системе, проискивать, чтобы нарабатывать базу поиска, то есть, всё-всё-всё-всё-всё вот это. Но для того, чтобы это делать, надо понимать. Почему? Опять, вот видите, у Мурата сейчас, вот он написал с первого, вот я же ему говорил, прочитайте статью навыков, вот он прочитал и пошёл себе заниматься некой хернёй, грубо говоря, я ему говорю, перестань заниматься ерундой, сделай то-то, то-то, то-то. Я только рекомендую, то есть, хочет человек делать, пусть. Я обычно раз-два сказал, больше я уже не говорю. Если вижу, что человек слышит и делает, тогда я дальше продолжаю помогать, ну, не слышит, занимается каким-то своим делом, путь занимается, упрётся, придёт, спросит, опять скажу. В принципе, вот так, школа. Почему я говорю, что вся ответственность за изучение языка лежит на вас, то есть, убеждать вас никто не будет. И вот он написал, с первого раза не понял, не отложилось в голове. Абсолютно верно. Статью вчера почитал, видео не всё ещё посмотрел, там больше тысяч часов. Сейчас смотрю видео по статье. Правильно. Потому что начинает, ведь видео много, я где-то что-то проговариваю. Просто у меня есть авторская система. Для меня она чёткая, понятная, да, и которую я могу изложить. Но здесь изложены вот пять основных шагов моей системы. От нуля до разработчика. Человек в результате может писать абсолютно на любых языках. Когда, на каком этапе, что подключать. Всё это здесь описано. Но, ребята, вы должны понять, даже если вы вот посмотрите, что это где-то костяк системы. Но сама система, вот в данном случае, в понимании уже хорошо Мурата, да, вот чем-то казахстанских парней, вот у них есть отличия. Один до этого пришёл, с плана начал, не знаю, почему так. Ни белорусы наши, ни россияне, они меньше планам подвержены, да. А казахстанцы, они как-то все начинают с планов. Я не знаю, где их там так научили, но у них какая-то вот эта вот, у них жилка есть, вот эта. Поэтому, так, что-то я хотел сказать. А, вот. Так вот, есть система. Как вы видите, вот, Мурат прочитал, но понял нечто своё и начал делать совершенно обратное, то, что его уводит в сторону. Тогда я ещё раз дал прочитать. Ещё раз дал прочитать. Там всего лишь в той статье, которая будет в описании видео, говорится о навыках, о привычках, которые необходимо развить. Без них просто вы программистом никак не станете. По одной простой причине вы будете понимать код и писать не будете. Теперь причины эти понятны, да. Потому что пусть в школе не так много людей выпустило за эти годы, ну, может, от 800 до 900 человек. Вот. То есть миллиона у меня людей нету. Но кому-то нравится мой стиль, кому-то не нравится. Поэтому, если вы воспринимаете, то писать... Но пишут у нас все. Все. Это значит абсолютно все. И прочитав, допустим, в эту статью, вы чётко поймёте, что, в принципе, сложного ничего нет. Иди поэтапно, составляй план, понимай... Что это? Ага, тут надо кое-что и поправить. Ладно. Иди поэтапно, понимай, что делать, и всё будет нормально. Что-то ещё важное хотел упомянуть. Может, упоминал, но ещё раз это проговорю. Вот смотрите. В школе есть авторская система, которая, в принципе, совершенно проста. Она состоит из пяти этапов, опирается на два языка, что и зачем в первой статье вы почитаете. Но, понимаете, на самом деле, когда начинаешь описывать эту систему, то здесь я, допустим, написал эту длинную статью, описал только сам костяк, да? Потому что система нам понятна. А когда мы начинаем работать с той же разработкой, с той же разработкой, так, чего я хотел сделать, с той же разработкой, то оказывается, вот начали уже работать с разработкой, всё будет подчинено именно разработке, то оказывается, что каждая, каждую мысль можно расписать на целую статью. Вот почему важно своевременно узнавать и понимать и быть в группе, да? Одно, понимаете, мало, вот сейчас на первом этапе у Мурата и других ребят есть глобальное понимание, что вот есть система, и я буду делать то-то, то-то, то-то. Я вот эту вот маленькую, опять там уже, там было три строки, здесь там десять строк, и я опять дописал ещё несколько сотен строк, чтобы показать, что Мурат сейчас на первом этапе, он набросал себе. И моя задача, что была какая, я её уже проговаривал, чтобы показать, что есть определённые этапы, их по минимуму пять, и на каждом этапе Мурат должен от себя, захотеть должен, именно должен себе, уже не никому-то, понимать, что на первом этапе я должен работать с типами данных, дойдя до функций, мои действия меняются, да, то есть я уже прохожу, подключаю козню, подхожу, тот материал, всё, всё расписано. Но вот это должен понимать и Мурат, и тот, кто работает, то есть со школой вы должны, как бы, ставить цель перед собой, да, и работать с определённым материалом, это архиважно. А я уже направляю, помогаю, да, где-то в голове собрать все мысли до кучи. Почему? Потому что, чем точнее вы понимаете, что делать, в какой момент, какие навыки вы должны приобретать, что вы должны знать на данном этапе, тем будет легче, быстрее, по сути дела, да, после 11 лет я могу сказать, ну, это можно впихнуть там года полтора, да, и уже выйти на очень хороший уровень. Здесь вопрос, скорее всего, стоит в собранности. Вот поэтому прочитали, да, прочитали, тогда на следующий день постарайтесь, попробуйте, уберите все технические средства, возьмите лист, бумагу и ручку, поработайте по старинке, с ручкой, выпишите, что вам кажется, ну, по крайней мере, после статьи у вас на бумаге, пусть немного будет написано, но у вас должны быть, должны быть следующие вещи, этапы прохождения, вот, от нуля к разработке, что на каждом этапе вы должны знать, какие навыки приобрести, что знать в языке, как вы поймете, что вы этот этап преодолели, то есть по своим знаниям, что у вас за умения должны быть, какие действия вы будете делать на следующем этапе, как вы это будете отслеживать, то есть вот эти вещи надо осознать, поэтому очень важно прочитать еще раз, еще раз, для вас будет открываться, я говорю, для меня это статья, то, что я писал, это пережитое внутреннее, на основе собственного опыта, на основе того, что я видел у других ребят, здесь каждая строчка проверена на опыты, какие-то выводы, следующий шага, иногда между этими вещами у меня проходило от года до трех, а вам сейчас надо просто понять это, понять, да, и взять на вооружение, то есть вам не нужно сейчас, допустим, 11 лет, чтобы стать профессионалом, вы можете при правильном осознании, правильной постановке задач перед собой, пройти этот путь за полтора-два года, ведь почему трудно проходить путь, да, допустим, открыл там человек книгу и читает, там открыл лучше, прочитал, ни хрена не понял, программировать не начал, решил пару задач, опять программировать не начал, другие начинают, тупо там берут язык слабо знают, начинают там работать с Жанго, прочитал к нему, сделал приложение, пришли, прошел год, чем-то ковырялся, да, вроде как ковырялся год, а потом начинают понимать, код вижу, понимаю, описать не могу, так вот, потом начинаешь, в этой статье для многих будет откровение, начиная считать, оказывается, что надо было делать на первом этапе, развивать навыки, они описаны, какие навыки, что и зачем, бас, думаешь, боже мой, с командной строкой каждодневно не работал, сегодня функции не умею достраивать, сегодня быстро не могу проверить, сегодня доки читать не умею, потому что не работал с командной строкой, потом бас, говоришь, надо все, проект начинается с МКДОК, с МАРКДАВАН, да, либо там у вас что-то свое есть, пожалуйста, но надо брать и записывать, да, все, что вы делаете, описывать, это не делал, оказывается, сформулировать задачу не могу, о какой разработке идет речь, да не о какой, потому что просто базового опыта нет, он же не появится, его надо наработать, потом написано, да, в первой статье, что сразу с первых шагов займитесь оцифровкой, то есть начинайте продумывать, пошел в магазин, подумал, вот этот магазин, ну пусть это будет класс, для новичка сложно, но лотки-то можно там, фрукты, ага, я их как списки сделаю, то есть, по сути дела, вы должны начать ходить, грубо говоря, ненормальный, все оцифровывать, что не видишь, все оцифрую, но в конце концов начинает то мозг немножко по-другому работать, почему, потому что вы начинаете проращивать язык через себя, да, потому что многие книги надо вообще выбросить, они там пишут, мышление программиста, да и, ёп, не хочу ругаться, сейчас буду ругаться матом сильно тогда, ребят, ну подождите, у ребёнка с малого детства есть мышление программиста, просто-напросто, ведь всё, что мы делаем осознанно, мы это мышление программиста, завариваем чай, пожалуйста, что вам, не мышление программиста? Не верю, подождите, вы берёте, допустим, электрочайник, либо ставите чайник, берёте же чайник, вы же не берёте, допустим, как его, ну, кастрюлю, да, ну и то, походе можно взять, но вы не берёте ведро, чтобы кружку чаю заварить, правильно? Вы берёте чайник, программа работает, чайник, дальше, для того, чтобы, дальше, программа работает, функция, да, заварить чай, полная функция, дальше, вы, потянулись за чаем, то есть, взять кружку, это всё программа, если бы у вас не работала программа, то сегодня бы вы взяли кружку, завтра бы вообще, чай бы наливали в часы, нет, это программа, потом, допустим, заварили чай, вам надо кофе, бац, добавили декоратор, всё то же самое, та же кружка, тот же чайник, единственное, между чаем, вместо чая, добавили кофе, что поменялось, изменилась функция, декоратор, так научитесь это, но это надо с первых шагов делать, а не потом, выучили язык, да, я умею разобрать, что такое есть в списке, смотрю в комнате, на то, что меня окружает, как баран, а не, чтобы посидеть, да сидите вы, чтоб вам снилось, чтоб вам, сидите вы и думайте, вот лежат у вас кружки, как бы вы сделали это, оцифровали, что это был бы список, кортеж, лежит то-то, выше, вы должны этим тренироваться, и это идёт первый этап, потому что, когда мы подходим к разработке, оказывается, это не умеем, а ведь я описал, что в разработке, мы уже будем, я описал, что это такое, да, описал проблемы, которые появляются, что работа в языке, когда мы работаем, допустим, с функцией, там с типом данных, внутри этой функции, нам всё понятно, но, когда мы ставим вопрос, а как же применить эту функцию, для того, чтобы заработал наш телевизор, да, то есть описать нашу комнату, телевизор, работа телевизора, то мы, оказывается, всё уже забыли. Для чего я это рассказывал? Пусть вы сейчас мало что поняли, надо понять главное, прочитайте одну статью, вернётесь ко второй, и, запомните сейчас два принципа, я много наговорил, но есть два основных принципа, первый принцип, поступайте как мурат, то есть, начинайте с плана, да, вот написано, сначала изучить типы данных, но составьте вы себе план, у вас сейчас есть ещё инструменты, такие как эти статьи, дочитайте, прочитали раз, два, запишите, у вас в голове, к вашему плану, должно быть чётко представлено, что я буду изучать, где этот материал возьму, каким образом, то есть, как я описал в первой статье, которая тоже будет в описании видео, то есть, какие навыки я буду нарабатывать, изучая этот материал, как я пойму, что я это изучил, всё это есть, но это вы должны, по крайней мере, сами знать, тогда вы это сможете увидеть в себе, тогда материал пойдёт легко. Ну и вторая статья, о которой и было это видео, это все пять этапов, то есть, по крайней мере, в голове будет, что я буду проходить, чтобы стать, вот сегодня я полный ноль, завтра я хочу быть разработчиком, и уже это только ваша ответственность, во сколько, то есть, в какой период времени вы сможете вместить вот эти вот шаги, а это напрямую зависит от того, сколько вы будете заниматься, и, ребят, важный момент, опять то, о чём я говорил ранее, насколько точно вы сможете на каждом этапе обучения сформулировать свои задачи, да, и сформулировать с такими вещами, вытекающими, то есть, что за задача, что я буду делать, каким образом буду делать, как я пойму, что я это делаю правильно, как я пойму, что это у меня уже получилось, то есть, поэтому, поэтому Мурат вот начал делать правильно, то есть, если дано видео, допустим, я дал видео в статье, план, ваш план и ответ, как, собственно, изучать язык, да, видео может быть простоватое, но его цель было показать, а зачем второй язык изучать, да, может быть длинноватый, но хотелось рассказать обо многом, но, по крайней мере, посмотрев видео, уже немножко картинка поменялась, я ведь наблюдал за Серёгой Асачем, я много о нём писал, он молодчина, но, понимаете, вот вы будете, когда статью читать, и это будет четвёртый этап, да, вот тот этап, который сейчас добавляется в школе, а в школе добавляется обучение разработки, я наблюдал за Сергеем, вот ему удобно, вот он профессионально работает там с классами, с функциями внутри, внешний мир, всё, он первое время абстрактные классы отбрасывал, интерфейс отбрасывал, почему? Не было понимания, два месяца, то, что в интернете написано, занимает полстраницы, отличие там абстрактных классов от интерфейсов, такое, 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 везде, там увидите ссылки на видео, посмотрите, да, на канале есть здесь начало, да, к этим статьям есть и видео, на самом деле, сейчас, секунду, разработка, да, начало, да, вот посмотрите, так вот, на самом деле, мы работали два месяца, что на выходе я увидел, два месяца, да, начали с плачевного, на выходе я увидел, что Сергей начал профессионально, разобрался, где он будет применять абстрактные классы, деинтерфейс, уже с пониманием, начал изучать паттерны, но немножко там опять перегнул, я написал, в чем может быть неправильный подход, это тоже надо учитывать, прочитаете, поймете статью, так вот, сегодня все, картина поменялась, почему, понимание, но нам понадобилось два месяца, потому что понять эти вещи, не так просто, на самом деле, они настолько очевидны, и все они составлены по принципу нашего мозга, но пока мы не поймем, что это у нас уже есть, просто проявим себя, то все начинает получаться, а что для этого надо делать, вопросы задавал, вопросы, вопросы, потом бац, начал писать, то есть, вот это и есть, в моем понимании, обучение разработки, что должен делать программист, это обозначить, составить конструкции, которые он будет применять, ну, например, там, миксины, декораторы, абстрактные классы, интерфейсы, но этому на самом деле надо учиться, потому что, по крайней мере, прежде чем применять, надо четко знать, где они, для чего, и видеть это в коде, как слой, это, кстати, опять не мое, это Linux придумал, то есть, видите, сколько тонкостей, когда человек находится в группе, он, в принципе, это все пропускает, а уже, а уже, вопрос уже, насколько он воспринимает эту информацию, то здесь я предлагаю перечитывать, потому что я пишу все буквально, а вот придаете вы этому значение, что это обязательное действие или нет, это уже зависит от вас, поэтому закончим вот таким вот вам рекомендацией, вот здесь в описании будут две статьи, сначала вот что я рекомендую сделать, сначала первую статью считаете подводные камни или как правильно учиться, чтобы стать программистом, по сути дела, эта статья всего лишь о навыках, которые нужно развить, которые в процессе у вас всегда должны укорениться, навыки довольно простые, но вопрос в том, что их надо делать постоянно, то есть сделать своей привычкой, это вот самое простое, знать об этом, потом, когда вы прочитаете эту статью, переходите к следующей статье, которая, в принципе, является и планом, да, если здесь вы, в принципе, пишете только о первичном этапе, то во второй статье, как стать профессиональным разработчиком, здесь уже расписывается об этапах, да, и обратите внимание, в одном из моментов я показываю, где, если вы не развили вот эти вещи, да, вот эти навыки не привили, которые, они вас начнут тормозить, а вы, по сути дела, где-то понимать не будете, на самом деле, все на поверхности, все это проверено на ребятах, все это пройдено на личном опыте, и просто-напросто это надо понять и взять на вооружение. Ну, остальные статьи читайте в любом порядке, для себя почитайте, да, самое важное, я вам сказал, но все-таки я думаю, что лениться не надо, оставьте вы пока на время чтения статей цифровое, да, цифровые планы, возьмите ручку по старинке или с бумаги, и, когда будет читать статьи, выпишите себе основные вехи, самое главное, чтобы вы сами, это я уже повторяю, наверное, третий или четвертый раз, чтобы вы сами понимали, что вы будете делать, понимаете, потому что это уже будете делать вы, тогда ваше развитие будет, быстрым, гармоничным, правильным. Ну, в общем, хватит, я думаю, рассказал, все получится. Спасибо за доверие.